Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Здоровый разговор. Сегодня мы поговорим о здоровье с нашим гостем. Сегодня с нами Глеб Лядов, врач-онколог онкологического отделения городской клинической больницы номер 40 города Екатеринбурга. Глеб Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем о раке груди, рак молочной железы. Как часто он встречается? Это самая частая локализация среди женского населения. Второе место она занимает по заболеваемости среди общей статистики онкологических заболеваний. То есть это очень часто встречающаяся локализация. И как ни странно, встречается она не только у женщин, а у мужчин тоже. Да, я слышал об этом. Действительно так. Но как показывается статистика, это, конечно, один случай на 100 тысяч населения. То есть все-таки в большей степени мы будем говорить о прекрасных женщинах, о, к сожалению, заболеваниях, которые встречаются в их популяции часто. В чем основная причина этой патологии? Что науке на данный момент известно и кто находится в зоне риска? В первую очередь стоит отметить, что это, конечно, мультиэтиологическая локализация. То есть причин масса. Некоторые из них не до конца изучены, некоторые не до конца доказаны. На данный момент мы с вами можем говорить о том, что самая главная причина, конечно, как странно бы ни звучало, это женский пол. На втором месте идут все гормональные изменения, происходящие с женщинами. Это раннее наступление менструации, позднее наступление менопаузы, различные гормональные сбои в течение жизни, поздние беременности. Не в смысле, что мы против поздних беременностей, в смысле, что первая беременность поздняя – это фактор риска. Отсутствие родов, отсутствие лактации – это все приближает женщину, конечно, к тому, что может возникнуть проблема с молочной железой, но не в 100% случаев. И, конечно, я забыл упомянуть сейчас. Это наследственные факторы, существуют гены, они называются Берсей-1, Берсей-2. Это конкретно мутации в этих генах, в их аллелях предполагают возникновение рака молочной железы. Ну, собственно, есть пример, известный всему миру – это Анжелина Джоли. У нее как раз была такая мутация, и она выполнила профилактические операции, тем самым обезопасив себя. Как можно определить первые признаки рака груди? Есть ли какие-то принципы, методики самодиагностики? Самая важная методика, которую должна знать любая девушка, женщина – это самообследование. Ежемесячное обследование молочной железы своими руками. Перед зеркалом – это, во-первых, тут доступность. Любая девушка вечером, идя в душ, может себе позволить обследовать свои молочные железы вполне себе легитимно. Во-первых, лучше самого человека никто его не знает. Поэтому малейшие изменения в структуре железы, в ее, как правильно выразится, динамике в плане поднятия рук, опускания рук, то есть мы видим, как железа двигается, и тут есть участки, которые отстают, западают, западается сок, и, соответственно, надо бежать в таком случае к врачу-онкологу, мамологу, и уже исключать патологии. Есть ли какая-то возможность рак груди, рак молочной железы профилактировать? Самая, наверное, действенная профилактика, опять-таки, доступная каждой девушке, это, наверное, даже не совсем профилактика, а скорее возможность выявить данное заболевание на ранней стадии. Как показывает статистика, в сравнении, скажем, с годами, там, 11-й, там, 14-й год, сейчас мы выявляем чаще на первой-второй стадии, нежели тогда. Но все еще процент запущенных случаев остается достаточно высоким. Связано это с тем, что почему-то у нас бытует такое неправильное мнение, что молочные железы мы обследуем только после 40 лет. Конечно, это не так, и обследоваться нужно, начиная как минимум с 18 лет, потому что случаи рака молочной железы известны и даже раньше 18-ти, к сожалению. Поэтому профилактика очень проста. Содержать в порядке свой гормональный фон. Сейчас не любят это выражение, но я как бы на широкую аудиторию. Гормональный фон в плане следить за тем, чтобы был ровный менструальный цикл. Жизненный цикл тут тоже очень важен. И беременеть, так сказать, вовремя, не хочу ни на кого сейчас давить. Однако есть данные, что все-таки беременности протекают достаточно сложнее в позднем возрасте. И, собственно, ресурсы организма из-за этого истощаются. Поэтому следим за менструальным циклом. В случае сбоев в менструальном цикле обращаемся к гинекологам, к эндокринологам. Следим за своей щитовидной железой, так как живем мы ни у моря, ни у солнца, поэтому у всех дефициты йода и витамина D. Ну и, если есть нарушения, возможно, потребуется корректирующая терапия у гинеколога. Вы говорили о парадоксальной вещи, да, об одной, что... Ну вот, есть еще одна ведь парадоксальная вещь. Часто женщины, наверное, боятся обращаться к врачу, даже найдя что-то у себя, какое-то уплотнение, какое-то новообразование, из-за того, что считают, что в случае, если они обратятся, грудь отнимут. Да, это очень частое опасение, мы с этим сталкиваемся. Во-первых, слава нашим клиническим рекомендациям и исследованиям. Сейчас наличие рака молочной железы не говорит о том, что обязательно нужно отнимать грудь. Зачастую это даже слишком радикальный метод в определенных случаях. Последнее уже, последнее возможное решение назовем-то. В некоторых – да. Иногда, конечно, есть показания, но по последним данным, во-первых, объемы оперативных вмешателей зависят исключительно от объема самой опухоли. Если опухоль маленькая, зачем нам удалять всю грудь? Также не забывайте, что основополагающее лечение – это вовсе не операция, как многие предполагают. Это качественно подобранная медикаментозная терапия, химиотерапия. Про боязнь идти к врачу? Ну, конечно, она есть у всех, и у мужчин, и у женщин, и вообще у людей. Никто врачей особо не жалует в этом плане. Однако, чем быстрее придет человек к нам, тем быстрее у него начнется лечение, и тем меньше риск того, что все-таки будут применены максимально радикальные методы. Ну и, не забываем, пластическая хирургия идет вперед, реконструктивная хирургия, безусловно, за последние годы очень сильно шагнула, поэтому арсенал методов оперативных вмешательств, он огромный. Подбирать их можно, обсуждать их можно, и ничего страшного в этом нет. Где можно обследоваться на рак молочной железы, и насколько эти обследования доступны, бесплатны? Как это происходит? Вот, очень хороший вопрос, потому что бытует мнение, что у нас как-то сложно что-то выявить, да. На самом деле существует понятие диспансеризация. Там всем девушкам старше 40 делается маммография, это очень информативный метод. Также для девушек моложе 40 лет, пожалуйста, УЗИ, это самый доступный из возможных методов неинвазивной диагностики. Поэтому в своей районной поликлинике, в своей женской консультации, к которой прикреплена девушка, всегда можно обратиться к гинекологу, они также занимаются доброкачественными дисплазиями молочной железы и выявлением рака молочной железы. Соответственно, обращаемся туда, жалуемся на то, что беспокоит, что что-то смущает. Если гинеколог не может разобраться сам, ну то есть у него не хватает компетенции в данный момент, он направляет уже в профильное заведение, и там мы разбираемся с этим. Все-таки еще один фактор хотел бы проговорить. Мы с вами проговорили про факторы риска, гормональные и так далее. А образ жизни, питание, вредные привычки оказывают ли какое-то влияние конкретно на эту патологию? Сто процентов. Сто процентов. Курение точно оказывает. Курящие женщины, конечно, в группе риска, ну и вообще мы никому не рекомендуем вредные привычки для начала. И есть у людей с вредными привычками, тут даже не столько обязательно приведет к этому. Конечно, всем мы советуем здоровый образ жизни и правильное питание, сбалансированное. Потому что если говорить о людях, которые питаются неправильно, то очень часто ожирение, да, к сожалению. И оно тоже фактор риска. И по раку молочной железы, и по раку толстого кишечника. Тут масса патологий. У людей с вредными привычками ограниченный ресурс по отношению к методам лечения, которые мы применяем. И это очень печально, когда из-за вот такой вот вроде как бы шалости нельзя получать определенную терапию. Поэтому, конечно, образ жизни влияет и будет влиять на все. Ну и, конечно, оперативность диагностики прежде всего. Соответственно. И самодиагностика. Соответственно. Самодиагностика – это очень важно и очень доступно. Давайте проговорим, может, маршрут, да, для девушек. Что-то усмотрели в железе. Уплотнение участок, круглую либо расплывчатую опухоль, выделение из соска. Бежим в женскую консультацию. Жалуемся гинекологу. Гинеколог отправляет на соответствующее обследование в зависимости от возраста девушки. Дальше с этими обследованиями девушка отправляется к мамологу. Например, вот в нашу консультативно-диагностическую поликлинику в 40-й больнице. Далее уже проводится диагностика, возможно, инвазивная. То есть это тонгоигольная биопсия, либо трепан-биопсия впоследствии. И уже завертелось, закрутилось, начинаем лечиться, если что-то нашли. Иногда все ограничивается удалением самой опухоли. Это не всегда рак молочной железы. Это, допустим, может быть фиброднома, который мы убрали. И девушка спокойно идет домой и просто наблюдается регулярно. Глеб Дмитриевич, спасибо большое. Глеб Лядов, напомни, с нами сегодня врач-онколог онкологического отделения городской клинической больницы номер 40 города Екатеринбурга. Спасибо вам, что позвали. Всего доброго. Здоровый разговор. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.